Программисты высшей школы ИТИСКФУ разработали медицинские игры для реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории СИМ виртуальной и симуляционной технологии в биомедицине завершили проект, который поможет людям, имеющим нарушение двигательных функций, например, после инсульта. Игра включает в себя 4 программы для приставки Xbox 360 и сенсора Kinect. Чтобы в нее сыграть, пациенту необходимо встать перед экраном телевизора и повторять движения за персонажем. Они направлены на развитие определенных групп мышц, которые необходимо задействовать больному. Все упражнения разработаны совместно с врачами. В процессе игры врачи могут контролировать правильность выполнения движений. Моторику нужно прорабатывать у конечностей разными упражнениями. И, соответственно, были 4 концепции, которые работают на разные группы конечностей и мышц. Игры включают в себя и психологическую реабилитацию. Люди, которые проходят длительный процесс лечения, вовлекаются в процесс игры, что мотивирует их к скорейшему выздоровлению. И здесь помимо развлекательного момента реализуется задача медицинских учреждений по развитию и восстановлению моторики больных неврологическими заболеваниями. На разработку реабилитационной игры ушло 3 месяца. Отрудились на дне 4 программиста-сотрудника лаборатории ИТИС. По словам разработчиков, проект уже прошел тестирование за рубежом и сейчас его внедряют в больницах Испании. Анна Глазнова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс.